Всем привет! Давайте сейчас продолжим изучать блендер, моделирование, что он может нам дать для ZBrush, какие модели. Но прежде чем изучать, что можно делать в блендере конкретное, в олванке заготовки, давайте посмотрим, как это все работает на примере стула. Теперь очистим нашу площадь, нажмем два раза А английской раскладки и нажмем вправки удалить. Все мы удалили, очистили нашу зону. Давайте теперь нажмем Shift A, добавим плоскость. Вот плоскость у нас по центру получилась, давайте ее выше поднимем и начнем с ней работать. Shift и колесико перемещает наш объект. Так, давайте зайдем в режим редактирования, нажмем Tab, режим правки. Теперь нажмем, давайте, и английскую. Сделаем нашу пасочку. Теперь мы ее удалим, нажмем на клавиатуре Delete и удалим грани. Все, теперь мы выходим... Теперь в режиме правки мы нажимаем английскую E, выделяем английская A, нажимаем английскую E и экстрадируем ее вверх. Вот, что у нас получилось. Теперь выходим из режима правки в режим объекта. И давайте опять нажмем Shift A и добавим плоскость. Вот у нас плоскость в центре оказалась. Давайте зайдем в режим правки, нажмем теперь клавишу S, английскую. Уменьшим вот эту нашу плоскость. И нажмем английскую G и передвинем ее вот на этот край, на угол. В процессе можно опять нажать S и подкорректировать, и нажать левую кнопку мыши отбой. Теперь, что нам нужно? У нас одна ножка получается, нам надо их четыре. Давайте зайдем вот в эту... Выйдем в режим объекта. Зайдем вот в эту панель, нажмем на ключ, добавим модификаторы и нажмем отражение. Вот у нас два по ось X получились. Но нам надо еще две. Давайте нажмем Y. Вот так они размещены. Давайте их еще выше чуть поднимем. И теперь зайдем в режим правки и нажав E и E. Вот так их поднимем. Левая кнопка мыши снимает опять выделение. Вот так они у нас разместились. И теперь с помощью опять же S и клавиши G подкорректируем. Давайте теперь нажмем E и экстрадируем их вверх. Вот такие у нас они получились. Нажмем G. Давайте еще раз нажмем E. Поднимем наши ножки. Вот такие они получились. Большие. Можно нажать клавишу английскую S. и вот так вот их уменьшить. Вот такое у нас получилось. Давайте теперь выйдем в режим объекта и нажмем SHIFT A. так, нет, давайте выделим вот этот объект, верхний наш. И теперь нажмем Alt D и сделаем дубляж его. Вот такой он получился. и теперь нажмем клавишу S, чуть-чуть уменьшим ее вглубь. Вот так вот. А клавишей G отредактируем, подкорректируем чуть. Вот так вот получается у нас, отключил я выделение модели, не видно стало, как что делать. Давайте вот теперь что делаем в режиме объекта, щелкаем по нашей вот этой нижней части, заходим в режим правки и нажимаем букву A. Выделив ее, теперь давайте уберем фасочку, как это все делается. Сейчас я вам так нажимаем Ctrl B и введем влево-вправо и вот эту фасочку уменьшаем. Так ее уменьшим сделать потоньше. Давайте теперь выйдем в режим объекта, опять щелкнем по ножкам и теперь опять нажмем, зайдем в режим объекта и выделим ножки. И нажмем Ctrl B. Очень неудобно привыкать к управлению, где что находится. Давайте повторим режим объекта. Выделяем ножки, заходим в режим правки, нажимаем A. Выделяем ножку нашу и теперь давайте Ctrl B и делаем и тут фасочки. Небольшие, все. Теперь выходим в режим объекта. Вот такой стул у нас получается. И давайте добавим теперь крышку на наш стул. Давайте теперь зайдем и включим опять плоскость. Давайте ее опять поднимем. Теперь давайте ее зайдем в режим правки. Выравниваем ее. Отпустим. Нажмем E, экстрадируем вверх, потом нажмем S, уведем вбок, опять E и опять S. Вот такая сидушка у нас получилась, большеватая. Давайте уменьшим, вернемся. Нажмем S. Подкорректируем, нажмем E. Нажмем S. Вот такая у нас получается семьюшка. И давайте теперь опустим вниз. Выйдем в режим объекта. Вот так вот. Вот такой стул у нас получился. Я его делал вверх ногами, чтобы в прошлый раз, когда я пробовал его сделать, он у меня тут не получался. Ножки были маскированные. Все, давайте теперь это дело сохраним. Экспортируем. В формате OPS. Папку, где у вас там, допустим, уже есть сохранение ваших проектов, или на рабочий стол. Вот, кстати, если есть уже название, вот выделено красным, вы можете добавить, нажать, допустим, на плюсик, и он добавляет вот единичку у вас тут. Вот двоечку. Вот два файла у вас теперь будет. Этот сохранится вторым файлом под одним и тем же названием. Давайте теперь экспортируем этот стул в The Brush и посмотрим, что будет. Вот такой стул у нас получился. Вроде неплохой. Геометрии. Вот такой результат у нас получился. Вот так выглядит моделирование бленда. Тренируйтесь. Простенький стул. Отрабатывайте кнопки, запоминайте. Все, всем пока. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...